Музыка Генеральный партнер программы Муниципальная аптека номер 3 Гарантия качества на пути к здоровью Программа «Мобильный» начинается С вами Анна Маринец Здесь вы видите только то, что было снято именно жителями нашего города На мобильные телефоны, на видеокамеры, видеорегистраторы и камеры наружного наблюдения Авария на Пушкинском мосту Погиб молодой десантник Автобус не доехал до дома Загорелся возле китайской границы Таланты на стройплощадке Музыкант с кистью Начнем с кадров серьезной аварии на Пушкинском мосту В час дня водитель Тойоты Креста не справился с управлением И врезался в бетонное ограждение моста Очевидцы ДТП говорят, что скорость Тойоты намного превышала положенные в городе 60 км в час Возможно, эта, а также и мокрая дорога Не позволили водителю в случае опасности для движения остановить автомобиль Креста въехала в бетонное ограждение моста и перевернулась Водитель, молодой человек, не дожил до своего 21 дня рождения всего месяц На Михайловском шоссе перевернулся грузовик К великому сожалению, пряников там не было Отличительная особенность этого ДТП За рулем находился гражданин Китая Очевидцами аварии стали водитель и два пассажира микроавтобуса Который отъезжал от остановки В это время поравнявшийся с автобусом водитель грузовика Испугавшись, что столкнется с ним, вывернул руль Как итог, задев колесом автобус, грузовик сбил дорожный знак и перевернулся в кювет Огромным, почти пионерским костром закончился день туристов, которые возвращались из Китая Только вместо бревен огнем полыхало транспортное средство путешественников Если бы не остановились, вы представляете, что было? Это все Туристы рассказали, что сначала почувствовали запах гари, а затем в салон автобуса пошел дым Это и спасло их Люди успели выскочить на улицу А так как загорелся автобус недалеко от таможни Суэфуэхэ, тушить приехали китайские пожарные Но за 10 минут, что они мчались на вызов, от автобуса остался лишь металлический каркас На перекрестках дорог обращайте внимание на знаки А точнее, где главная дорога, а где второстепенная Следующая авария произошла 30 сентября на перекрестке Воровского-Вострецова Перепутал, не знал, забыл, не видел Сейчас водитель Сузуки Эскуда может по-разному объяснить свой поступок А именно, при выезде со второстепенной дороги на главную он не пропустил Тойоту Камри Подобная авария на следующий день произошла и на улице Некрасова Правила нарушил водитель Тойоты Короллы Филдер Он не уступил дорогу водителю Ниссана Скайлайна В аварии никто не пострадал Видеорегистратор следующего нашего зрителя снял момент, как один водитель подрезает другого Случилось это на Владивостокском шоссе Видно, что грузовик едет по левой скоростной полосе движения Но автомобилиста за ним такая скорость не устраивает После маневра, выехав перед грузовиком, водитель легковушки резко дает по тормозам Видимо, таким образом он решил проучить медлительного автолюбителя Лучше бы принял успокоительных таблеток Водитель следующего видео прославился на этой неделе Его автомобиль припарковался в урне возле магазина Что хотел сказать этим поступкам владелец Приуса, история умалчивает Может, ему разонравился его железный конь, а может, не нашел другого ближайшего к магазину парковочного места ДТП не оформляли Антиреклама иногда срабатывает лучше, чем хорошая Доброполий маркетинговый ход привлек внимание прохожего, который сделал снимок и прислал нам Но вот лично мне кажется, что такую рекламу владелец вышел помянутой автомойки не заказывал Судя по почерку, постарались местные хулиганы или конкуренты Еще один пример антирекламы прислал наш мобильный репортер В этот раз некто объявил бой ничему иному, как мясо Автор фото заверил, что поблизости от этого буквального крика души не было никаких мясных лавок Поэтому остается загадкой, то ли это вызов конкретному магазину, то ли таким образом человек показал свою принадлежность к вегетарианцам Следующее видео не для слабонервных К разбиванию стеклянных бутылок о головы мы уже привыкли Так шокируют бабушек и детей бойцы воздушно-десантных войск Что еще могут российские солдаты, смотрите Как сообщил наш мобильный репортер, этот солдат служит в одной из частей Уссурийска Чтобы забить гвозди, ему не нужен молоток Музыкального коллегу снял на видео один из строителей Уссурийска Вместо барабанной установки молодой человек виртуозно управлял валиком и кисточкой Какая музыка в почете у штукатуров маляров? Послушаем Вот как коротают обеденные часы современные строители Уссурийска Загадкой остается, научился ли сам музыкант играть или заканчивал специализированное учебное заведение Уж если у нас строители такие одаренные, то переживать за культурное будущее города не стоит На сцене можно не только петь и танцевать, но и драться Раз в году на праздники урожая перед зрителями выступают борцы Своим мастерством можно делать подсечку Как сообщил наш мобильный репортер, борцу-победителю всего 17 лет Молодец! И силу развивает, и не забывает культурные традиции исторической родины Не только людям интересно наблюдать за повадками своих четвероногих питомцев Это доказал автор следующего видео Он снял собственного кота, который с интересом следит за жизнью своих соседей, парочкой хомяков Судя по поведению грызунов, к любопытному коту они привыкли и совершенно не обращают на него внимания Проведем небольшой разбор полетов Программу в основном присылают аварии и прочие ДТП, а также танцующих детей Это здорово, но согласитесь однобоко, если программа вся будет состоять из аварий и танцев Поэтому расширяйте свой мобильный кругозор, наблюдайте за жизнью с разных ракурсов На сегодня все Присылайте свои ролики и фотографии к нам на сайт Телемикс.тв или по ватсапу на номер 8 924 265 59 60 Не забывайте, что самый активный репортер по итогам месяца получит приз Мобильно это новости, которые снимаете вы, а мы показываем Новую программу смотрите в пятницу 9 октября в 19.25 и в 21.00 Партнер программы «Такси. Удача» с нами быстро и надежно Маршрут точно и честно считает таксометр по спутникам Такси «Удача» 32 8888 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова